Здравствуйте, уважаемые. По традиции, отвечу. Да, всё ещё существует такой проект, как Отряд самоубийц, на который стабильно каждые полтора месяца выходят обновления. И да, я всё ещё играю в этот проект, и да, действительно есть люди, которые могут проводить в этом проекте время, и им никто не заплатил. Собственно, как и мне. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, а теперь переходим к самой сути видео. Итак, сегодня мы вместе с вами посмотрим на обновление, которое вышло 27 августа 2024 года, а выходит данный видеоролик где-то в начале октября. Немного задержался я, конечно, с обновлением, потому что у меня сломался геймпад, я заказал новый, ждал пока его привезут, потом я ещё заболел, а там я уже делал совершенно другие видеоролики. В общем, мои руки всё же дошли до обновления, но, видимо, можно было в принципе и дальше игнорировать его, и просто ждать обновления с новым персонажем, которое выйдет уже 1 октября. Скажу честно, обновлением от 27 августа я прям сильно разочарован, о чём в принципе мы и поговорим в сегодняшнем видео. Заранее подскажу, видеоролик, вероятно, будет короткий, причину вы поймёте в принципе по ходу видео. И в остальном, я не хочу заострять внимание на тех моментах, которые уже были обговорены в прошлых видео. Здесь мы постараемся пройтись только по самому важному, если это важное в обновлении вообще есть. И да, уважаемые, буду очень рад, если вы даже заранее поставите лайк на видео, так как после такого ужаса только ваша поддержка сможет более-менее привести меня в чувство, чтобы в дальнейшем перейти к следующему обновлению. Устраивайтесь поудобнее, ведь это будет самый неинтересный видеоролик о самом неинтересном обновлении. Не будем с вами затягивать, давайте начинать. Итак, начало нового эпизода, как обычно, встречает нас с новой катсценой, в которой Виктория Фрис говорит о том, что ей очень тяжело работать в команде, так как она просто к этому не привыкла, но всё же понимает, что вместе с отрядом она может достигнуть куда больших целей, нежели одна со своей замороженной женой. Как мы с вами помним, в прошлый раз отряду таки удалось спасти Флэша из лап Брейниека, а если не помните, то пожалуйста, прошу вас пройти к предыдущему видео и вообще вашему вниманию представлен целый плейлист по отряду на канале. Так вот, со слов Виктории, Барри потребуется некоторое время, чтобы восстановиться. И к тому же, у Флэша наблюдается амнезия, так как Брейниек, можно сказать, перевернул мозги бегуна с ног на голову, как бы странно это ни звучало. Команда потихоньку старается восстановить память Флэша, непонятно только каким образом, и соответственно, трогать его кому-либо запрещено, дабы не нарушить процедуру восстановления. И в принципе, на этом всё. Здесь можно было бы видеоролик и закончить, но нет. Нас снова встречает родное болото под названием Метрополис и название нового эпизода, Зима, который посвящен Капитану Холоду. Вообще, за то время, что я отсутствую в игре про отряд, это может быть по 2-3 недели, по возвращению действительно есть какое-то лёгкое ощущение тепла. Словно и правда вернулся на родное болото, но сейчас не об этом. Итак, здесь у нас особо ничего нового, кроме новых пушек, которые выглядят прям моё почтение. Фаворитом, конечно, остаются пушки из сезона, который был посвящен двуликому, но главное, чтобы не было более того ужаса, который был у дизайна оружия из сезона пугало. В новом обновлении практически не появилось чего-то нового. Город абсолютно такой же, с частично замёрзшей местностью, монстры абсолютно такие же. И чтобы выйти на бой с Брейниаком, нужно всё так же набрать 10 уровень сезонного опыта. Как я понял, в первом эпизоде нового сезона разработчики будут просить набрать 30 уровень, а уже во втором вас будут просить набрать только 10, чтобы выйти на бой с Брейниаком, что в принципе я могу отнести к маленькому плюсу. А, ну и само собой, донатный магазин. Честно говоря, впервые увидел здесь какие-то скидки, видимо донат в игре практически не пользуется каким-либо спросом, поэтому даже и пошли скидки. И дополнительно, на героев добавили скины в тематике сезона. Из всех представленных мне понравилась только Харли, потому чё бы не взять. Обязательно буду ждать комментарии под видео, что из-за таких как я и выпускаются потом всякие конкорды, отряды самоубийц и так далее. Что ж, из заданий, само собой, так же ничего нового. Единственное что, некоторые задания сделали только душнее и сложнее. Есть в игре один тип задания, когда тебе нужно производить захват определенной точки, или, проще говоря, защищать ее от монстров, пока цифровая мадама взламывает ее. И мало того, что тебе нужно защищать несколько точек одновременно, так еще враги могут быть как в физическом виде, так и в цифровом. То есть, чтобы по цифровым монстрам проходил урон, тебе точно так же нужно перейти в цифровое пространство. Но по физическим чудищам урон уже не будет проходить, и нужно будет постоянно тратить на это 2-3 секунды на переключение. Но, само собой, конечно же, врагам похрен на то, в каком виде находишься ты, и по тебе будет проходить урон как от физических врагов, так и от цифровых. И плюсом ко всему, монстры могут быть защищены полем зеленого фонаря, и чтобы это поле уничтожить, надо взрывать бомбы и пушки, которые также создаются силой кольца. И также бывает, что точку, которую вы захватываете, могут просто заблокировать, потому что появился здоровый монстр, который мало того, что в цифровом виде, он может наносить вам урон как он хочет, так еще он окутан полем зеленого кольца, и плюсом ваша точка захватывается врагами даже в заблокированном виде. В принципе, звучит как челлендж, не так ли? Но на деле, как мне кажется, это просто сильное растягивание игрового процесса. Но, опять же, что тут поделаешь? Как мы уже обсуждали в других видео, Rocksteady уже вряд ли будут добавлять новые механики в игру, потому они просто исходят из того, что имеют. Но это все равно ужасно, правда. Подобные задания вызывают больше негатива, чем какой-то интерес или развлечение. Примерно за полтора-два часа я получаю десятый уровень и сразу же направляюсь в сторону Брейнека. И в тот момент мне пришла ужасная мысль в голову, а именно поменять Дэдшота на Капитана Бумеранга, чтобы просто поиграть за него. А то я подумал, что я беру одних и тех же, надо бы как-то разнообразить процесс. И мало того, что быстрое перемещение Бумеранга меня прям раздражает, то есть оно просто не мое, правда. Мне нравится передвижение буквально любого героя, кроме Бумеранга. Оно выглядит скучно и неинтересно, но это опять же субъективщина. Так еще плюсом, я не знаю, как, что я сделал или куда я жмав, что у Бумеранга постоянно автоматически убавлялась полоска защиты. Из-за чего я каждый раз был вынужден бегать буквально с мизинчиком жизней. Так и еще на половину экрана были красные полосы, отлично. Я правда проверил всю экипировку, старался менять гранаты, обереги, браслеты, оружие даже начал менять в какой-то момент. Но защита продолжала убавляться автоматически. Но со словами, да ладно, я и так вывезу, я отправился на задание по уничтожению еще одного Брэйника. И скажу честно, было это просто ужасно. Я думаю, что после такого опыта я вряд ли захочу вернуться к Бумерангу в качестве играбельного героя. Сам по себе он классный и достаточно забавный, но его геймплей это просто не мое. А возможно, меня просто раздражало то, что меня постоянно клали на лопатки, и я был вынужден лежать жопой на снегу и ждать, пока меня кто-нибудь поднимет. А фоном там происходит просто какая-то вакханалия. На задании по уничтожению Брэйника все как обычно, тебе не дадут просто так пробраться к нему и начать битву. Перед этим ты должен выполнить ряд очень интересных в кавычках заданий, и только потом ты можешь пройти в сторону пришельца. Помните, я пару минут назад рассказывал про старое задание, которое сделали очень душным с захватом точек? Так вот, здесь их будет целых два из четырех представленных. Благо, другие два задания будут более-менее нормальными. Я буквально представил лицо разработчика, который добавлял эти задания на карту. Не могу быть уверен, но думаю, что выражение его лица было примерно таким. Понабрали в Рокстаде всяких ловушкеров-джакушкеров, и теперь ставят нам в ряд, блин, увлекательные задания, которые нужно проходить исключительно с улыбкой на лице. Кое-как, с горем пополам на бумеранге я вытерпел все задания, и решил-таки дальше идти к Брэйнику, хотя я не понимал, как с таким количеством жизней я смогу что-то сделать. Добираемся по итогу до пришельца, где тот говорит о том, что устал бороться с нами путем физических контактов, и пора применить свое сильнейшее оружие, а именно мозг. Учитывая то, что это уже его пятая или шестая вариация, подобная цитата звучит как-то смешно. И тут же Брэйниак задает интересный вопрос отряду. Чего они на самом деле боятся? И тут я уже такой, вау, что? Он сейчас обернется в Бэтмена, и будет босс-файт из пещеры, где Бэтмен отравил героев газом пугала. Но нет, Брэйниак просто исчезает, даже не показав своего перевоплощения, и все. Но потом я понял, что вопрос будто бы относился не столько к отряду, сколько ко мне. Потому что в какой-то момент на карте стало появляться просто нездоровое количество врагов, которые одновременно шмаляют в тебя всем тем, чем только можно. Я смотрю на своего персонажа, смотрю на свои жизни, смотрю на количество врагов, и понимаю, что мне будет полный пиздец. Так на самом деле и случилось. Я старался хоть как-то уворачиваться, постоянно бегать и так далее. Но когда появился Брэйниак, и да, он снова перевоплотился в зеленого фонаря, как интересно, да, спасибо, с ним уже было просто невозможно. Я пытался как-то сражаться, но с моими жизнями, остановись ты хоть на миллисекунду, всё, ты лежишь. Я боюсь этого баланса от Рокстеди, потому что его просто нет. Брэйниак действительно не прогадал с моим страхом. И по итогу, как последний позорник и казуал, я со слезами на глазах возвращаюсь на базу. Беру себе имбу на дэдшоте и начинаю всё по новой. Но вот уже с дэдшотом это повторно всё проходилось налегке. Героям достаточно просто управлять, чувствуешь с ним больше мобильности, более прокачано оружие и всё остальное. Добраться ещё раз до Брэйниака практически не составило труда. И на самом деле, данный бой уже не казался каким-то сложным. Даже сам Брэйниак как-то особо не атаковал. Он просто покрывал себя щитом, который нужно было разбить, и потом просто стрелять по пришельцу. Бой в общей сложности продлился, может, минут 10-15, что в принципе ужасно мало. Прошлые бои, особенно когда Брэйниак превращался в Супермена, могли длиться по 30 или 40 минут, и там действительно был пот. А тут, ну, не знаю, слишком ужидко и слабо, Рокстеди. Но за бумеранга меня буквально унизили, это прям факт. По итогу, пришелец говорит о том, что мы слишком глупы, чтобы чего-то бояться, и не успев договорить, получает в лоб. Снова инопланетная тряска, взрыв корабля, ииии всё. В буквальном смысле всё. Ни тебе новой катсцены, ни тебе каких-то диалогов, ничего, абсолютно. Появилась только новая аудиозапись Брэйниака в кодексе, но там он не говорит ничего нового. Ему нужно воскресить свою расу, нужно больше мультивселенных, нужно разобраться с отрядом самоубийц, потому что они погрешны в его расчетах. Зачем мне эта информация в аудиозаписи, если я это и так ранее слышал уже в самой игре? Я ещё подумал, может, надо куда-то выйти, подойти, поболтать с кем-то. Пытался донимать на базе Уоллер кого только можно, даже спящего Флэша, но это оказывается действительно всё. Ну что ж, это весь второй сезон отряда самоубийц, и это прям плохо. Единственным открытием для меня здесь стала Виктория Фриз и геймплей за неё. Но я не могу порадоваться даже за спасение Флэша, потому что непонятно, как он выжил, почему палец на месте, что делал с ним Брейнек и так далее. С каждым сезоном появляется слишком много вопросов, но ответы на них никто не собирается давать. Аудиозаписи, которые появляются в кодексе, также не делают вам малины, потому что там дают по сути те же яйца, только в профиль. Не знаю даже, что и сказать, сезон просто как сезон, но плохой. Странно ещё то, что они решили выпустить зимний сезон осенью. Атмосфера из-за этого как-то слегка упускается, но да ладно. В любом случае, уже выходит третий сезон из четырёх. Можно сказать, что мы уже недалеко от финиша, так как первая половина уже пройдена. Не знаю, что нам могут приготовить Рокстеди в плане сюжета или контента, но второй эпизод второго сезона, это прям сильнейшая халтура. Складывается сильное ощущение того, что он был сделан просто потому, что надо, и всё. Возможно, это прозвучит как-то странно, но Рокстеди не хотят особо стараться даже для того количества людей, которые всё ещё играют в проекты и проводят в нём своё время. Это на самом деле даже как-то печально. Посмотрим. Может быть, новый сезон немного накинет красок в эту грустную ноту после второго сезона. Очень буду на это надеяться. Так или иначе, пишите, пожалуйста, комментарии и делитесь вашими впечатлениями по поводу сезона. Я заметил, что вас достаточно много в комментариях, кто действительно играет в отряд самоубийц, задаёт вопросы по проекту и делится своими впечатлениями. Это очень классно и мне безумно приятно за то, что у нас на канале строится своя локальная атмосфера. Очень бы хотелось, чтобы нас было ещё больше. Спасибо вам за просмотр видеоролика и уделённое время. Хорошего вам дня и до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok